Добрый день, дорогие интернет-зрители! В эфире интернет-передача «В мире долбоящеров» и с вами я, ее ведущий Павел Перец. В принципе, тот еще долбоящер в некоторых ситуациях был бы странно, если бы я был идеален. Идеальные люди, как мы знаем, исключительно те, кто имеет свое мнение о других, сидя на не таких удобных диванчиках, а, может быть, и на таких в интернетах. И, собственно, вот об этом сегодня и речь. Мы находимся с вами, на самом деле, в Солнечной Осетии, просто в данном случае здесь ущелье. Поверьте мне, там солнце, мы там только что были, его там too much, и, в общем-то, там хорошо. Течет река Феогдон, и прежде чем сюда приехать, со мной случился интересный эпизод, который я вот даже отобразил в своих соцсетях, получил некую обратную связь, тоже всегда полезно узнать перед записью видео, как люди мыслят и думают по тому или иному поводу. Просыпаюсь я в не столь прекрасном отеле, как этот в городе Владикавказе, в самом центре его, на улице Мира, и у меня в директе сообщение. Скрин я вам сейчас приведу. Я не буду, естественно, там показывать аккаунт этого человека, тем более, собственно, он там и анонимный, и я вообще не понимаю, о чем идет речь. Какие-то там трусы, что, куда, зачем, то есть, в общем, очередной раз я оскорбил чьи-то чувства верующих, это мне свойственно, я постоянно этим занимаюсь, сам того не ведая. Люди, к сожалению, у нас очень порой нежные, и могут даже, когда ты с ними общаешься на «вы», и даешь возможность с ним самореализовываться, у тебя в комментариях все равно написать тебе «Я не думал, что ты такой хам». Окей, чувак. Институт благородных девиц через дорогу. «Сходи в другое место, где тебя просто пошлют». Ну и, соответственно, я, поскольку человек, который всегда с нежностью относится к своим фанатам, особенно тем, кто мужского пола, но с женскими первичными половыми признаками вот здесь, я, собственно, ему там написал, даже лайкнул, и я думал, что, наверное, все прошло. Но нет, он мне начинает слать кучу звуковых сообщений, которые я обычно не слушаю, но здесь я просто понимаю, что это, скорее всего, местный. Ну а поскольку я все-таки гость, то мне нужно понимать, в чем замес. Я начинаю слушать, и окончательно ничего не понимаю. То есть он мне предъявляет какие-то странные вещи. В общем, я ему пишу, что, дорогой, а я, естественно, всегда новый в личной переписке, ну, если есть какие-то вопросы, поцелуи, объятия, проклятия, пожелания, как я говорю обычно в конце своих экскурсий, то приезжай. Я в самом центре Владикавказа, и вообще, ну вот буквально просто накануне я брал интервью у замечательного другого осетина Саслана, и он мне рассказывал тоже про какие-то там бури в стакане в интернете, и как он потом этого человека встретил. И я ему говорю, ну, Владикавказ – город маленький, уж если мне прямо понадобится, то я там через одного, другого, третьего, пятого я выясню, кто вы такой сударь. Ну и прямо даю ему конкретный адрес. И вот, прикиньте, он пишет мне через там 20 минут, я здесь. Я спускаюсь. Тут надо, конечно, пояснить, это не значит, что я прямо воин света, и я такой бесстрашный, нет. Я в адеквате, хотя, конечно же, когда ты приезжаешь в Филадельфию и селишься в самом Чернушнике, и тебе говорят, тебя там убьют, то что делает русский человек? Конечно же, идёт туда гулять вечером. Когда ты приезжаешь в Грецию, и тебе говорят, вот там анархисты захватили университет, ни в коем случае туда не ходи, что делает русский человек? Он, естественно, идёт туда. Но здесь я как-то понимал, что, скорее всего, драться не придётся, потому что у меня был случай как раз в той же самой Греции, когда я не настроился драться и выхватил железной палкой вот сюда в шею. Поэтому, если уж ты идёшь драться, значит, надо настроиться. Нет, в данном случае я шёл, в общем-то, на таком начале. Выхожу, и действительно, человек такой довольно субтильный, сразу на вы, кстати. Вот это тоже очень характерный эпизод, вот когда онлайн, прям такой вот. А вот при личном общении, вот такой, а я думал, вы, это вот, это вы. Там стоит такой мужик. Я говорю, нет, вы, это я. В общем, начинаем сначала общаться. Он мне вот сразу всё что-то выплёскивает. Я говорю, стопе, стопе, стопе. Я говорю, давай выясним. А его зовут Борис. Ну, местный, да, вот тут, в общем-то, никого не удивишь русским именем. Когда-то осетин. Выясняется, оказывается, он сам тоже гид, возит туристов, вот под таким красотом неземным, и показывает мне местный чат, где какой-то чудак на букву М, осетинский, закинул мою фотографию с Крыма. Если я найду, я вам подставлю. Не найду, ну, ищите сами у меня в аккаунтах. Я там в трусах с лошадкой. Дело в том, что я каждый год хожу в поход в Крымские горы. Каждый год я это делаю в трусах. У меня даже есть специальные армейские трусы для этого. Я их реально, я их ношу вот один раз в год. Ну, у меня их несколько пар. Только туда, потому что они удобные. То есть, во всех отношениях. Там жарко. В Крымских горах никого нет. Я никого, нищих чувств верующих, я, как правило, не оскорбляю. В этот раз мы встретили действительно лошадок. Валера сделал, мой сенсей, смешную фотографию. Я ее выложил у себя в соцсетях. Все поржали, полайкали. По, так сказать, постебались надо мной, что типа, аккуратней перец, не потеряй свой перец. Ну, и все такое прочее. Ну, и забыли. А этот персонаж закидывает местный чат и говорит, что вот хай-пажор оскорбляет тут всех, значит, гуляя вот в таком виде по Осетии и тра-та-та. Даже если бы я пошел вот туда, в поход, и даже если бы я там был в трусах, вот там, у меня, конечно, вопрос, кого бы я оскорбил этим видом. Может быть, лошадь? Другое дело, если бы я где-нибудь в Даргавсе, да, в городе мертвом, в таком виде явился. Но я вменяемый человек. Я понимаю, что, как, зачем, а почему. В общем, дальше выясняется вот что. Он мне прямо показывает, а он тебе писал этот человек? Я говорю, нет. А ты его забанил? Я говорю, нет, потому что он написал, что он тебе писал, а ты его забанил. И я показываю Борису его же первое сообщение, где он меня называет словом. Я говорю, ты видишь, что я тебя даже после этого не забанил? И что мы сейчас с тобой общаемся? Он говорит, ну да, это как бы, вот. Ну, и я сказал ему честно, что вообще, в принципе, ты первый тролль. Я троллями называю тех, кто, ну вот, анонимно саморализовывается, так сказать, за твой счет по их аккаунтах, который вышел со мной навстречу. И об этом мы сейчас еще поговорим. И он мне сказал, что я первый блогер, который к нему вышел. Из чего я делаю вывод, что, скорее всего, он писал не только мне когда-то, да, то есть, я не знаю, уж такой национальный вид спорта, не уж как много блогеров тут приезжало в Осетию, Владикавказ конкретно, я не в курсе, но вот кому-то он написывал, никто к нему не вышел. Меня бесит слово блогер, скажу честно, да, ну не то, что бесит, бесит, ну, пожалуйста, да, но просто я вот прям не блогер-блогер, я все-таки журналист в прошлом и главный редактор, и гид, и кроевет отчасти. И вообще я за дружбу народов хочу, чтобы, так сказать, ребята все жили мирно, как Кот Леопольд, за что меня опять-таки не принимают в ряде, так сказать, социальных слоев, где практикуется борьба, серьезная борьба, но почему-то только в комментариях. И я дальше, соответственно, пишу о том, что это на самом деле не первая отнюдь ситуация такого характера в моей жизни. У меня была совершенно потрясающая история с реконструкторами сетрорезского рубежа, когда я тоже ни духом, ни слухом получаю какое-то сообщение от какого-то персонажа, который мне пишет, что кавалергарда век недолг, и что скоро меня там закопают, убьют, расчленят, и так далее, и так далее. Я начинаю спрашивать, в чем проблема. Оказывается, я делаю деньги, я капиталист, бизнесмен, такой вот за счет рубежа, и, в общем, я скидываю ему свои ролики про реконструкцию под Ржевом, про реконструкцию в США, про реконструкцию в том же самом рубеже, про интервью с реконструкторами, среди которых в меняемых где-то, наверное, 3-5 процентов, и мне, слава богу, везло, что я общался именно с такими, а остальные немножечко того самого. Он извиняется, потому что изначально речь шла про то, что я говорю, ну, приезжайте, встретимся, сестра Орецк, прекрасное место, там масса парков, темных закутков, я говорю, можете хоть все приехать, я выйду, я гарантирую, что я выйду один, да, ну, опять-таки, не потому что я там Бэтменом, потому что, ну, как-то, конкретно по поводу этих персонажей никакого мандража у меня нет, но интересно, что вот они там говно кипели в каком-то чате, они же все такие с автоматами, с пулеметами там бегают, ну, кто-нибудь мне написал бы, да, хоть одна прекрасная тварь, я уж молчу про среду, так называемую левадскую, вот этих эмо-кумуняк, слово эмо-кумуняки почему-то у многих подгорает, я не виноват, ребята, что эпоха Желябовых и Дзержинских прошла, да, то есть, теперь у нас вся борьба революционная, она на диванах, я не вижу ни одного персонажа, кто бы там ходил бы на баррикады или шатал ОМОН, ну, даже из так называемых лидеров мнения. В Ютубе вещать, это да, отстегивать при этом 30% с монетизации в США в качестве налогов, это да, но поскольку красные лохи об этом не в курсе, то вот, но там меня миллион двести восемьдесят четыре раза обещали расстрелять, похоронить и так далее, писали в комментариях, писали в личку, я отправлял свой номер телефона, даже свой адрес, некоторые меня спрашивали, зачем я это делаю, ведь это же так опасно, я им объяснял, никакой опасности в этом нет, потому что конкретно эти люди тебе даже не позвонят, и если даже они звонили, что было пару раз, они просто выплескивали массовое оскорбление и тут же вешали трубку, звонили мне, естественно, с анонимных номеров телефона, что я даже не мог им перезвонить, и получается так, что вот Борис не засал ко мне приехать, а я не засал к нему выйти, и только так мы выяснили правду, а вот среди моих соотечественников, сколько я не встречал таких ситуаций, ни разу такого не было, из-за чего я сделал вывод, что вот, к сожалению, мои соплеменники, я русский, со всех сторон, хоть у меня псевдоним перес, но по паспорту я Петров, к сожалению, в большинстве случаев ссыкло, и это еще больше подорвало пуканы, потому что ну как же, как же, я вот так оскорбляю свой родной народ, ну окей, друзья мои, я знаю миллион ситуаций, когда и вы знаете эти ситуации, когда нашего соплеменника будут мутузить пять представителей Кавказа, и ни одна живая душа не впишется, а вот за что я уважаю Кавказ, так то, что здесь вот как раз вот так вот, тут все слово за слово, рука за руку, они друг друга держатся, и это глубочайший респект, поэтому я это говорю с сожалением, отнюдь, а не со злорадством, да, мне бы хотелось, чтобы мы были такими, но где я не езжу, я не чувствую чувства локтя, к сожалению, в основном все какие-то хмурые ружи, и никто с тобой даже не поздоровывается, мы прервались не на рекламу, а на замену карты памяти, в общем, все это на самом деле подводит меня вот какой глобальной мысли, тут в другом выпуске я покажу соответственно место, где типа погиб Бодров, хотя погиб он в другом ущелье, но туда туристов не возят, а там, где он якобы погиб, там соответственно новое появилось граффити, все такое прочее, ну и в общем в чем сила брат, сила в единстве, и вообще это классическая фраза, в чем сила брат, сила в правде, так вот мне все никак не снять выпуск про то, почему история не наука, это все полная чушь насчет того, что сила в правде, сила не в правде, сила в пиаре, в пропаганде, сила в долбоящерстве, сила в том, насколько ты умеешь промывать людям мозги, и мне потом писали даже в комментариях, что ну это все-таки Павел, вот вы же вышли, вы же выяснили истину, все-таки сила в правде, нет, это я выяснил эту истину, а вот эти люди, которые там остались в этом чате, они так и будут пребывать дальше с этим понятием, что я там оскорбляю, не знаю, память их предков и прочее, и прочее, хотя фотография, которая была сделана в Крыму, подается, как фотография, которая была сделана в Осетии, а теперь возьмите, ну оставим за кадром вообще сам этот долбо, ситуации, да, по поводу того, что типа ты вот тут в таком виде не снимаешься на моих горах, ну просто масштабируйте эту тему в миллионы раз, да, когда что-то перевирается, что-то передергивается, передергивается, передергивается у нас это постоянно, закидывается не обязательно там в СМИ, сейчас СМИ это у нас в основном как раз та самая благосфера, интернет и прочее, и дальше начинается крутиться. Я это встречал в своей жизни в миллионы раз и даже были ситуации вот как бы с моим там приятелем Темой Крикуновым там, который потом разошелся по пабликам и прочее и вот тот же самый Варламов, например, рассказывал некую историю, которую он где-то увидел, не зная, под ноготной, но он выдавал это как новость и в общем-то кто там будет разбираться, понимаете, потому что народ не хочет глубоко копать, народ не хочет анализировать, у народа, в конце концов, нет ни времени, иногда ни ресурсов, ни навыков, ни инструментов в этом всем разобраться. Поэтому увы и ах, у меня у самого были ситуации, когда я встречал какую-то новость, я просто писал человеку, которого я не знал, который фигурировал в этой новости и спрашивал это так или нет, вообще-то нет, я говорю, ну вот если вы не в курсе, то вот про вас пишут вот такое, он очень удивлялся, или она, не буду называть имена фамилии, и говорили, да, но я догадываюсь, почему это происходит, но это все полная чушь и прочее. Поэтому буду я, скорее всего, все-таки возобновлять свой проект «Россия. Чужой взгляд» не так часто, но буду, ибо вот эта тема медийной войны, влияние медиа на сознание, особенно массовое, она вечна, и она была отображена там и в книжке моей про пиар во время русско-японской войны, и постоянно я с этим сталкиваюсь, и вот вам конкретный пример. И еще одна мысль, которая мне пришла в голову, ну ладно, сейчас вот, как бы, 21 век на дворе, и это Осетия, да, все-таки здесь не хочу никого там задеть, оскорбить, но мы пребываем в крае, где процент интеллектуально и культурно одаренных людей всегда был на порядок выше, чем там в каких-то других закутках Кавказа, да, более того, осетины, они максимально интегрированы в Россию, единоверие, все такое прочее, имя Борис, вот вам, пожалуйста, и даже здесь вот иногда у людей в башке вот этого дерьмища, да, то есть вот этот кавказский вот этот тестостерон, вот он затмевает мозги, а прикиньте там какой-нибудь Дагестан или Чечня, и я представляю две вещи, во-первых, как это происходило в 19 веке, когда какой-нибудь Ермолов, который тоже в определенном отношении был абсолютно невменько и считал, что нужно здесь проводить какую-то силовую политику и пока его там Борятинский не сменил, да, и не начал соответственно там просто тупо пошлять, вот эта тема на самом деле хватит кормить Кавказ, она не сегодня родилась, да, она еще в 19 веке родилась, потому что, как я уже говорил, там во время своей экскурсии говорили про Шамиля, что с ним всегда следует Палач, а с Борятинским Казначей, и вот представьте в то время, как вот на пустом месте же могли люди просто «А что ты мне сказал, а я тут угудив» и понеслась, да, то есть, это во-первых, во-вторых, я подумал, а если я там в какой-нибудь другой Кавказский край приеду и тоже какой-нибудь невменько там что-то там переврет, переиначит и начнется такая буря в стакане, так я же там жду, потому что на Кавказе «гость» это святое понятие, то есть, если люди, вот меня здесь человек пригласил конкретно, да, и он типа за меня отвечает, но за меня, слава Богу, в данном случае не надо было отвечать, хотя там уже после этого, после поста мне там начали там, что ты нас не позвал, мы бы разобрались, и господи, что там разбираться, там разбираться-то не надо было, сам я разобрался, в конце концов, не дитятка, и потом я, знаете ли, из Питера и из 90-х тестирует свои коммуникационные навыки, так вот, прикиньте, если бы эта ситуация произошла, и люди, которые бы меня пригласили, они, естественно, за меня будут вписываться по любасу, и я просто кровную вражду какую-то там, кровавую бойню вызову, то есть, огромное количество выводов из этой абсолютно идиотической ситуации можно вывести, но я все-таки надеюсь, что у большинства людей, хотя бы те, кто меня смотрит, и я в этом убеждаюсь каждый раз на своих экскурсиях, лекциях, приличных встречах и так далее, все-таки в голове помимо мозга присутствует какая-то вот эта субстанция, потому что наличие мозга вообще ничего не гарантирует, какой-то вот внутренний тормоз, который заставляет вас жить по принципу поговорки «семи раз отмерь, один раз отрежь», она не просто так родилась, что не надо как бы свои эмоции пускать впереди своего рассудка. Это классический мой тезис, что мы, как правило, живем и вообще все наши действия они не из рассудка, а из наших эмоций следуют и наши все даже политические взгляды. Так вот, мне совершенно не важно на самом деле какого цвета кожи у человека, какого он вероисповедования, какие у него политические взгляды. у меня на самом деле некоторую дивиацию есть масса знакомых, которые очень сильно уважают Сталина и я с ними прекрасно общаюсь, потому что несмотря на это они как бы вменяемы. И я, так сказать, может не согласен с некоторыми позициями в ряде вопросов, но это окей, пожалуйста. важна ваша адекватность по поводу той или иной ситуации, потому что огромное количество есть примеров мировой истории, когда из такого не стоящего вообще мизинца, из такой ерунды возникали целые глобальные проблемы, как минимум локальные. Это то, что я вам хотел рассказать, значит, напоминаю про книжки про свои, в том числе про пиар во время русско-японской войны, про путеводитель свой по Невскому, каждый дом от Адмиралтейства до Площади Восстания бывший Знаменский, про свой острый социальный роман Корень, который опять-таки очень тут получает интересные отзывы, в основном положительные, но даже если они не совсем положительные, то по крайней мере люди с благодарностью мне пишут об этом. Ну а мероприятия мои, они отображены на сайте, не с такой интенсивностью они сейчас будут проходить, как летом, тем не менее, следите за анонсами, если вам это интересно, приходите. С вами был гид Павел Перец, гид, надо было сказать, блогер, блогер, Павел Перец, вот туда ссылочки можете кликать, все мои, туда же можете писать ваше мнение и все, что вы об этом думаете. Увидимся, пока. Субтитры сделал DimaTorzok